Это цирк изнутри, точнее холл, который видели многие рязанцы. Стоит сказать, что работы по капитальному ремонту учреждения начались с демонтажа. После него вскрылось много новых фактов, которые прибавили работы строителям. Когда делали новый проект, соответственно, опирались на проект, по которому был построен цирк. Но там всплыло, что по тому проекту, допустим, где конюшня, где малый манеж, это все были грунты обратной засыпки. Когда сейчас все вскрыли, там оказались пустоты, не грунты обратной засыпки, а там оказались просто пустоты. Когда они спустились, очень много возникло работ, требующих усиления и фундамента, и колонок. После обследований дополнительными обвязками были усилены практически все колонны, на которых держатся плиты перекрытий. Это сделано для безопасности будущих зрителей. Здесь видны новые кирпичные кладки. В старых практически каждый кирпич был покрыт трещинами. Был вскрыт пол первого этажа, он прошел через процесс выравнивания. Раньше пол имел большие неровности и перепады в несколько сантиметров. Это происходило от того, что со временем фундамент менял свое положение. Его, кстати, также укрепили. Цирк был построен в 1971 году и ни разу здесь капитальный ремонт не проводился. Не секрет, что сейчас работы затянулись. Раньше открытие цирка планировалось под конец текущего года, но теперь оно назначено на сентябрь 2017-го, к открытию нового сезона. Реально произошла задержка федерального финансирования. Соответственно, администрация области помогает пролоббировать интересы, чтобы финансирование продолжилось. Раньше здесь наблюдалось порядка 150 рабочих, теперь в трудные времена в 10 раз меньше. К тому же, произошедший год назад пожар новой кровли добавил ложку дегтя в происходящее. Однако горизонт, за которым начнутся новые представления в цирке, все-таки виден. Для меня очень важно, что последние лет 20 считалось, что в цирке есть малый манеж, репетиционный еще манеж, но его как такового не было. Сейчас после капремонта у меня появится второй манеж, который позволит разгрузить основной манеж на репетициях. Здание цирка включает в себя и административные помещения. Их также полностью переделывают. В некоторых гримерных пришлось сносить стены и ставить новые. Все здание цирка получила новые системы коммуникаций, итальянскую охлаждающую вентиляцию. Кроме того, заменили электропроводку, систему пожаротушения, отопления и многое другое. Все заработает как единый механизм. Это получится небольшим кассовым залом, чтобы люди не на улице идут. Конечно. Сюда захоронили. А сюда пройдет, а вот уже цирк. В самом манеже появятся мягкие кресла, стационарное освещение и звук, по проекту требующие больших вложений. На входе появятся пандусы для людей с ограниченными возможностями. Первый ряд будет заменен местами для этой же группы лиц. Это только малая часть того, что увидят зрители, когда цирк будет открыт для них. А директор обещает постараться предоставить гражданам интересные программы, которые создадут им хорошее настроение.